Накануне страшный пожар до основания уничтожил Москву, посады и сам деревянный Кремль. Митрополит Алексий убедил юного князя строить новый Кремль, на этот раз каменный. Денег в казне не было, но Алексий знал, как решить эту проблему. Он собрал на совет все московское боярство и предложил каждому построить за свой счет участок стены или башни, внести свой личный вклад в общее дело защиты Москвы. Имена подрядчиков до сих пор сохранились в названиях кремлевских построек. Собакина и Свиблова башни, Тимофеевские ворота. Белокаменный Кремль стал одной из мощнейших крепостей Европы того времени. Его площадь почти равнялась современной, а прочный фундамент стоит до сих пор. Толщина стен достигала трех метров. В стенах были устроены бойницы с деревянными щитами. Дополнительную защиту давал глубокий ров. Строительство шло в течение многих лет силами многих тысяч людей, для которых эта работа стала средством к существованию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова